Партия Патриотов России выдвинула Рафиса Фаизовича в качестве кандидата. Почему именно Партия Патриотов? Тут выбор мало, потому что каждая партия своей выдвигает. Потом выдвигает Кадырова кандидатом на должность главы республики, значит, противопоставляет всю власть против себя. Меня несколько партий предложили, я выбрал партию Патриота России. Мы с ним давно знакомы. Это действительно достойные ребята. У них история идет с 90-х годов. Многие участники этой партии поддерживали меня еще в первых президентских выборах. То есть это не случайно. Они меня собирали по подписи, когда нужны были. То есть это дружбы, которые годами закреплено. Вот, к сожалению, не вспомню, но на последних выборах, да, вы ведь каждый раз, когда в Башкирии выборы проходят, пытаетесь либо зарегистрироваться, либо так или иначе участвуете. А в последний раз, в 2014 году, да, вы как-то принимали участие с Патриотами? Или это было отдельно вообще? В 2014 году я не участвовал. Нет? Нет. Я участвовал на выборах Госдумы в 2016 году, то есть впервые появился после долгих лет. Потом в прошлом году я участвовал, и как бы это уже третий раз после перерыва. А до этого это было начало 90-х, 91-х, 93-х годов? Да, я участвовал там в многих выборах, но я участвовал в первых президентских выборах, когда начался в 91-м году. Тогда выдвигались, кажется, 9 человек. Я оказался там по рейтингам очень большой. С первого тура выигрывал в 91-м году, поэтому... По опросам, да? Да. Отменили. В последний момент. В последний момент. Шаймиев стал там президентом, а у нас не было два года президентства. А, Шаймиев у них, а у нас? Понятно. Потом в два года они пытались меня как бы опустить, как говорят в народе. Но это не получилось. Потом они решили это просто, отравили смертельным ядом. Я успел реанимироваться, и в 93-м году, как только я фактически попал в реанимацию, они начали предвыборную кампанию срочно, в надежде, что я не успею даже участвовать. Ну, я участвовал в 93-м году, и мы во всех городах выиграли, потому что могли контролировать результаты выборов. А в деревнях сделали так, чтобы пришел власти Муртаза Рахимова. — То есть вы считаете, что уже тогда могли возглавить республику реально? — Я не считаю, это было реально такие. — А вы можете, на вскидку, назвать цифры, которые получились в городах? Вот вы говорите, выиграли тогда Муртаза Рахимова. — Мы больше 51% в городах во всех вышли. — За вас проголосовали? — Да, конечно. Ну, потом вторые президентские официальные или третьи неофициальные были. Я тоже участвовал. — В 98-м год. — Да. Тогда они решили этот вопрос просто. Меня с улицы забрали, посадили в тюрьму. И зарегистрировали без меня. Там лесника вместо меня зарегистрировали. И прокуратура как бы не дала им санкции ареста. И я как бы вынужден был сказать, молодцы ребята, хорошо делаете, решаете. После этого как бы я как в 2000-м году уехал, а до этого я лежал больным очень сильно. Коматозным, прикоматозным состоянием. Я пять лет боролся за жизнь. Ну и все. Сейчас как бы я снова участвую. Я наверняка не стал бы участвовать. Я бы жил где-нибудь за пределом России или в Москве. В 2011-м году у меня умерла мама. Я впервые приехал в Башкирию. После 2000-го года. Ну и там узнал, что ЧИФа в Восток нет. То, что... Чековый инвестиционный фонд, поясним. Да. Они как бы его разграбили и ликвидировали. Это был тот предел, который уже терпеть невозможно было. Я поэтому написал по этой теме ряд книг. Начал участвовать в политической жизни. Потому что этого нельзя было допустить. Дело в том, что Чековый инвестиционный фонд нами был создан для народа республики около миллиона человек, семей. Потом они незаконно совершили рейдерский захват этой компании. Потом указом, незаконным указом Муртазы, они его национализировали фактически, получив контрольный пакет. Но это плохо. Но я надеялся, что у них не будет тогда ума до того, чтобы разграбить более 500 миллиардов долларов собственности. То есть национализировать это еще нормально, да? Главное сохранить. Ну, а если бы было бы нормальное государство, они бы как бы взяли контроль над этой 500 миллиардов, и половина дивидендов получали бы в бюджет, а половину раздавали бы хотя бы тем. Это бы хватило. Но если они были не воры, а они же сперва Кадырова отстранили управление, его команду отстранили, а потом более 500 миллиардов за копейку распродали. То есть эликпидировали. Это преступление имущественное, но во власти же бюро пока находится, поэтому как бы пока они живут на свободе. Ну, вы говорите «они», да? Вот немножко пространное понятие. А есть конкретные фамилии, имена у этих, у этой группы, скажем? Есть. Понятно. То есть у вас данные есть, и вы готовы? Нет, не у меня данные есть. У президента России данные есть, Путина. А он, в свою очередь, в прокуратуру России послал документы о возбуждении уголовного дела. Прокуратура спустила его прокуратуру и Следственный комитет в Башкирии. Но у нас здесь как бы все контролируется партией воров. И в результате, как бы, списки этих людей живут здравствуют. Хотя против каждого написано заявление. И заявление стоит последним пунктом, как все заявления при возбуждении уголовного дела, о том, что я знаком статьей такой-то, если это неправильно, по статье это меня можете посадить. Кто эти люди? Это очень много людей. Разграбить больше 500 миллиардов собственности принадлежащей народу один человек не может. Да, Муртаза там главный указ издал и так далее. Но исполнители-то не Муртаза, а все остальные. Если компания была приватизированная компания, частная собственность 100%, была национализирована правительством, даже нарушая все законы, значит, он принадлежит правительству. За него отвечает премьер-министр, президент, команда президента, управление. Значит, ну и на 10 человек. И заявление подано в возбуждении уголовного дела. Это Муртаза, Хамитов, Врия нынешний, который сегодня идет от партии власти снова. Ну, он даже, если даже его изберут, мы же его заставим против него возбудить уголовное дело и посадить его. У нас закон интересный в России. Они понимают это, но при этом как бы из-за того, что они контролируют всю власть, своей воровской командой, они как бы пытаются жить спокойно. У нас есть статья за действие и бездействие. Если ты пришел к власти, получил право быть руководителем республики, если ты действие совершаешь, воруешь, тебя сажают. Но если ты видишь преступление, его скрываешь, закрываешь эту информацию, сокрытие, ты, совершаясь бездействие, тоже попадаешь под статью. Поэтому 10 человек, все руководители республики, бывшие, все премьер-министры, их помощники, которые участвовали, Путин им принято решение, или его команда, передать прокуратуру. Они висят, эти документы, на сайте Восток. Смотрите, но ведь речь, по сути дела, вот если, да, буквально я вас правильно понимаю, речь о пересмотре итогов приватизации. Подобных чековых инвестиционных фондов в стране было много, да, не только Восток. И судьба у большинства из них, скажем так, такая же, или даже у всех. Но фактически, никто этими делами не занимается на сегодняшний день. Почему вы уверены, что именно эта история может быть пересмотрена? Смотрите, что. То, что происходит в стране, она происходит закономерно. Вот мы Великий Отечественную войну выиграли, так, еще торжества победы шли, Японию побеждали, совместно с союзниками. Но союзники уже начали работу для того, чтобы уничтожить СССР. Бюджеты Соединенных Штатов были выделены ежегодно огромное количество денег. Огромное количество. Она планомерно работала, создавалась здесь институты, вербовались наши внутренние правители Советского Союза. Людей эмигрировали, и там они устраивались институты. Вот эти шла планомерная работа. Ни одного дня не было, чтобы прекратилась война. Некоторые его назвали холодной войной. Так. Планомерные. Предположим. Планомерные. И Советский Союз в 91-м году проиграл. Развалился. Ну ладно, предположим, что одна из причин, что была борьба. Что делается, я еще в 94-м году знал. И я знаю, что будет в будущем. Давайте поделимся. Я беседовал руководителями этих операций, которые проводятся. Это идет планомерное разрушение Советского Союза, а в последующем Россия. То, что будет, я даже не смогу сказать, потому что это такая боль. Но правильно ли я понимаю, что вы в принципе тогда поддерживаете политику Владимира Путина, ведь как раз, судя по всему, ему же удалось остановить вот этот вот процесс. Вот в 94-м году, когда я сидел, разговаривал с этим господином, я даже в одной книге своей написал, это был отрывок, «Россия без головы» называется. Можно взять, читать. Они мне сказали, что мы уже выбрали человека, который будет править столько лет. я не буду говорить, сколько лет. Срок уже заканчивается чуть-чуть от этого. То есть... То есть половина прошла, как минимум? Нет, гораздо больше. То есть этот человек в Питере, молодой, мы уже выбрали. Когда Путин появился на арене, я был как бы удивлен, неужели этот человек, они выбрали и готовили. Я знал, что его готовят в 94-м году. А вы говорите, что произошло в первом этапе для разрушения России, оставшейся после разрушения СССР уже, они приняли решение разрушить его экономику. Так, еще раз, они это кто? Это условно объединенный Запад или это кто? Или это люди внутри страны? Нет, это не внутри страны. Это как бы, ну, представь себе ситуацию, если вдруг появился социализм СССР, а кругом существует капитализм, между ними должно быть противостояние. Да, Конкуренция. Правильно ли я понимаю, что во всех бедах, которые в нашей стране есть, на сегодняшний день, в республике, на федеральном уровне виноваты не наши руководители, не Владимир Путин, там не руководства региона, а именно какие-то там условно, не знаю, лидеры западных стран. Продолжить можно, да? Да. Значит, таким образом. Вот. Сперва разрушили СССР. Мы все это пережили. Потом надо было разрушать Россию. А как надо было разрушать Россию? Надо было уничтожить его экономику. Военно-промышленный комплекс и так далее. Конкретно предприятие надо было уничтожить. Сейчас говорят, что 85 тысяч где-то предприятий уничтожено. Так. Вот для того, чтобы начать это дело, они использовали команду Сюбайса. Провели приватизацию. Часть компании дали чековым приватизацию. Основные крупные компании, они как бы залоговым инвестиционным разбазарили. так. После этого пришла следующая команда питерская, которая пришла для того, чтобы узаконить этот процесс. Вешать людям лапшу, что у нас такое, включить телевидение, средства массовой информации. Идет сейчас долгосрочная работа узаконивания преступлений, которое совершено против народа. Причем тут я? Я оказался так маленьким человечком, который решил народу это сохранить. Я приватизировал все предприятия России, которые стоило приватизировать. Взял их часть собственность жителей Республики Башкады. Посредством ваучеров, да? 200 предприятий контрольным пакетом крупнейших предприятий, 200 блокирующих пакетом больше 25 и остальные менее блокирующие. Создал систему, который сохранил за народом Башкирия огромный капитал около триллиона долларов. В нынешних ценах? А цены еще в ценах. Котировочным и не выплачен дивидендами. Но что оставалось? Этого парня просто уничтожили. Для того, чтобы исполнители, которые они привели к власти, разграбили это собственно, раздали тем же людям Россия. А кто они такие? Около 100 миллиардеров сейчас. Они посредники. Посредники перехода собственности от народа России тем зарубежным транснациональным компаниям, семьям, которые по 500 триллионов капитала имеют на земле. Они себя сперва оформили, используя Чубайс, используя Муртаза Рахимова. Так? А потом они его продают. Или у них забирают. Как Дерипаска. Вы слышали же, как происходит американцы, как забирает его собственность? Если все так, как вы говорите, как можно с этим бороться вообще? Есть ли шанс какой-то, на мой взгляд, это вообще невозможно как-то преодолеть? Или я ошибаюсь? Смотрите, перед вами сидит человек, который уже один раз умер. Его отреанимировали, он перед вами сидит. Он 5-6 лет фактически находился в коматозном состоянии, боролся за свою жизнь. Он живой, вот я сейчас говорю вещи, за это убивает в России. Или наркотики подбрасывать там, как журналистам. Он живой. В Башкирии, чтобы исправить эту ситуацию, есть только один выход. Ради этого я и пришел разговаривать с вами. Стану руководителем республики, я это исправлю. Все имущество верну, а те, которые участвовали в этом воровстве, в Рио они называются, президентом, премьер-министром называются, все они оставшиеся жизни будут сидеть, а имущество их не ворованное, даже усыновить там, которые муртазы, будет конфисковано пользу народа, пользу республики. не совсем правда понятно, как удастся, да, если стать руководителем региона, это есть полномочия, но ведь силовые органы, я не знаю, там, правоохранители, они у нас находятся под федеральным, скажем, контролем. У нас есть закон о суверенитете, мы можем это сделать. Вопрос заключается в том, для этого нужна личность, личность, которая имеет право это делать и состояние это делает, всего-навсего. Выбор за народом, у народа есть шанс исправить, или же остаться таким, какой есть. Вот Любовь спрашивает, бесплатным проездом в транспорте в 90-е мы вам обязаны? Я, правда, не знаю, как это, или вы что-то знаете про это? Знаете, это такие вопросы, которые, как бы, 90-е уже ушли. Остался только человек, который может выполнить свои обязательства по своим подписям. Но для этого эти люди, которые с другой стороны подписывали обязательства, должны быть не пассивными, активными людьми. Как вы оцениваете свои шансы быть зарегистрированным на этих выборах? Вот партия вас выдвинула, одна формально соблюдена. Теперь надо собрать подписи муниципальных депутатов, да, как минимум, и сдать правильный пакет документов. Вот здесь все понимания законов законов мира, которые приняты о выборах. Но у нас есть, между тем, в России. В России все есть. В России есть, что журналисты берут, засовывают ему в карман наркотики и бьют всему, чтобы не жалко было после. Или демонстрация выходит, мирный день России, там женщин бьют, бабушек арестовывают. Россия государство без власти. Или государство воров от власти. Начиная сверху, кончая до района. Подписи собирать удастся? У вас уже есть план действия на этот счет? Подписи собирать это как я сделал то, что я мог сделать. Партия сделала то, что мог сделать. А муниципальный барьер пройти мы постараемся. Но когда чуть ли не 90% депутатов в республике единороссы и каждый который человек подписывает являясь депутатом Кадырова в этой бумажке он же становится оппозиционером против сегодняшней власти. Посмотрим как общество готов к этому или нет. Получается вы будете индивидуально взаимодействовать с этими депутатами пытаясь их уговорить. Ну вчера выдвигали когда больше 6000 человек состоит двух организаций которые поддерживали у меня другие партии поддерживают некоторые посмотрим спасибо большое у нас время подходит к концу благодарим нашего гостя кандидата на пост главы республики от партии патриотов России Рафис Кадыров всем желаем хорошего дня до свидания